Лимфатическая система — это одна из самых интересных и удивительных систем. Мало кто знает, что это механизм вывода ядов. И именно от этого механизма зависит иммунитет и качество существования человека. Профессор Юрий Левин, заведующий кафедрой лимфологии, сказал, «В человеке струятся реки жизни». Не переключайтесь, впереди всё самое интересное. А если вы ещё не подписаны на наш канал, как раз самое время сделать это. Как работает наша система жизни? В ткани тела из кровеносных сосудов поступает огромное количество жидкости. Эта жидкость очищает ткани от бактерий, грибов, паразитов и уходит в лимфу. Лимфа движется по лимфатическим сосудам снизу вверх и проходит через лимфоузлы. Лимфоузел – это коробочка, где живут лимфоциты, которые уничтожают бактерии, грибы и всех паразитов. Частично очищенная лимфа двигается дальше вверх, к дальнейшему лимфоциту, и так до самой шеи, где уже чистая попадает в подключичную вену и снова в общий кровоток. Факты, о которых вы не знали. Лимфатическая система осуществляет выброс токсинов через слизистые оболочки наружу, не только через кишечник и почки. Плацдармы высадки. Мочеполовые органы. Болезнетворная бактерия, проникшая в организм, меняет состав секрета, выделяемого половыми органами. У женщин появляются обильные выделения, а у мужчины дополнительно возникает трезь и боль при мочеиспускании. Что человек старается сделать в первую очередь? Избавиться от выделений. Но что от них избавляться, если это трупы лимфоцитов, которые погибли в схватке с врагом и теперь выходят естественным путем? Необходимо выяснить, кто поселился в организме, и решать причину болезни. Потовые железы. Пот – это кожные каналы через лимфатическую систему. Что мы делаем? Обрабатываем подмышки дезодорантом с защитой от пота на 24 часа и получаем мастопатию. Это в лучшем случае. Максимальная защита может быть не более 6 часов. Нос. Лимфоузлы в носовой полости отвечают за проникновение бактерий воздушно-капельным путем. Такие процессы, как чихание, кашель, течение износа – это защитная реакция организма. Тело выводит всю бяку наружу, и не надо вмешать ему. Нельзя долгое время пользоваться сосудосужающими каплями и пить таблетки от кашля. Это губительные действия на лимфу. Надо постараться помочь организму, принимать средства для разжижения мокроты в легких и промывать нос физраствором. Важно! Нельзя греть и массировать лимфатические узлы. Как помочь лимфатической системе? Жизнь – это движение, а движение – это жизнь. Многие знают эту поговорку, но не все знают, кто ее сказал. Увековечил эти слова великий мыслитель Аристотель. Его слова идеально подходят для лимфатической системы. Лимфатические сосуды окружены мышцами. При движении мышцы сокращаются, и лимфа проталкивается. То есть начинает двигаться вверх по сосудам. Такие болезни, как геморрой, простатит, профессиональные заболевания офисных сотрудников и дальнобойщиков возникают из-за застоя токсичности лимфы. Кстати, японцы и китайцы не знают таких проблем. Чем можно заниматься? Для профилактики геморроя и простатита надо подскакивать на ягодицах 50-100 раз в день. Лечебная физкультура. Освоить вибрационную гимнастику. Изучить систему оздоровления японца Кацудзо Ниши. При регулярных занятиях уже через месяц можно почувствовать прилив сил. Просто проявлять двигательную активность в течение дня. Лимфатический массаж. Хотя бы два раза в год проводить курс лимфатического массажа у грамотного специалиста. А еще лучше освоить лимфатический самомассаж по методу врача-гематолога Ольги Шишевой и заниматься дома всей семьей. Можно взять за правило каждое утро простукивать тело ладонью. Аккуратно. Очищение лимфы. Лучшей лимфатической травой является солодка. С осторожностью применять гипертоником. Инструкция. 10 г корня солодки залить стаканом кипятка. Поставить на водяную баню и на медленном огне подержать 15-20 минут. Отвар процедить и долить теплой водой до 200 мл. Принимать по 1 четвертой стаканы до 5 раз в день. После отвара через 40 минут выпить 1 столовую ложку полисорба или энтеросгеля для выведения токсинов из кишечника. Проводить процедуру ежедневно в течение двух недель. Грамотное питание. Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе. Эти слова принадлежат графу Калиостро из кинофильма «Формула любви». К таким словам и добавить нечего. У лимфатической системы есть любимые продукты. Морковь. Вещество бета-каротин. Не дает стареть лимфоцитам. Грецкие орехи. Питают лимфоузлы микроэлементами и витаминами. Морская капуста. Йод повышает защитные свойства клеток. Вода. Обязательно выпивать 1,5 литра в день. Чай с добавками, которые разжижают лимфу. Донник. Корень имбиря. Лимон. Куркума. Вкусный и полезный чай с мятой. Имбирем и медом. Русская баня. Регулярное посещение бани способствует разгрузке и очищению лимфы. Так как происходит усиленное потоотделение и с потом выводятся токсины. Температура должна быть не более 80 градусов. Все вышеперечисленные способы помощи лимфатической системы это постулаты укрепления и поддержания иммунитета. Главное правило здоровья это крепкий иммунитет. Возьмите за правило, если вы пропили курс антибиотиков, сделали рентген или переболели любой болезнью, обязательно проявите заботу о своей лимфатической системе. Будьте здоровы и не болейте.